Еще пять лет назад иулафит был выведен в Китае, но привезти оттуда такое количество насекомых сложно, поэтому в Подмосковье российские ученые в лаборатории института вырастили насекомых и провели эксперимент. Был найден способ борьбы с бабочкой-огневкой. Природный враг самшитовой огневки – китайский иулафит. Чтобы он разлетелся и начал активную борьбу в парке с огневкой, температура воздуха должна быть около 20 градусов. Но в Сочи уже тепло, поэтому ученые-биологи выпустили первых личинок китайского иулафита. Через две недели личинки станут взрослыми насекомыми, готовыми поражать опасных вредителей. Они сами определят вылетать из своего убежища или подождать, когда станет еще теплее. Ученые помогают им адаптироваться в южной среде. Когда этот плотный кокон не может наездить пробить, чтобы он туда проник, мы отрезаем его. А когда мы вывешиваем, то мы прикрепляем этим разрезом к стебельку, к стволу, для того, чтобы никто не достал. Они все равно тут найдут выход и выйдут. Поэтому идея вот такая. Крохотная мушка откладывает яйца в куколки самшитовой огневки. Позже из яиц появляются личинки, которые начинают развиваться и поедать содержимое куколки. Идеальный санитар леса или по-другому летающие муравьи-убийцы распространяются на небольшие расстояния, но вообще-то все зависит от скорости ветра. Живут они не больше двух недель. Такие вот нехимические способы борьбы с вредителем только начались. Конечно, одного миллиона насекомых недостаточно для спасения сочинского самшита. Поэтому ученые и дальше будут разводить китайского иулафида и в Сочи, и в Подмосковье. Необходимо выпустить 10 миллионов насекомых. Елена Овсецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.